2020 можно по праву назвать сложным годом. Пандемия в корне изменила жизнь не только в нашей республике и стране, но и во всем мире. Массовые заражения, потери, ухудшения экономической ситуации, самоизоляция и не только. Все это сказалось на привычном ритме нашей жизни. Но тем не менее, 2020 был богат на события. С начала года открыли немало новых объектов – образовательные, медицинские, культурные. Подробнее обо всем Марина Караева. Одним из самых ярких открытий стал планетарий. После многолетней реконструкции он распахнул свои двери. В торжественной церемонии открытия приняли участие дважды герой Советского Союза Владимир Джанибеков и герой Российской Федерации Александр Лазуткин. Бороздить космическое пространство, приблизиться к планетам Солнечной системы и оказаться в круговороте звезд. Теперь все это возможно благодаря космической школе. Она оснащена современным оборудованием. Макеты ракет, настоящие кресла космонавтов, пульт управления современным космическим аппаратом с мониторами, телескопы с тысячекратным увеличением. С момента открытия планетарий провел десятки экскурсий для школьников городских и районных школ. Это солнечные часы, которые показывают истинное солнечное время. Оно всегда отличается от московского и каждый день на определенную величину. Например, сегодня, 5 февраля, солнечное время отстает от московского на 15 минут. После не менее яркое и долгожданное событие – открытие Академии футбола «Алания». Юные любители футбола могут теперь в полной мере тренироваться и совершенствовать свои навыки владения мячом. Комплекс включает в себя два футбольных поля с трибунами, зеленую зону, парковку, теннисный и гимнастический зал, а также зал для занятий аэробикой. Инициатива строительства спортивного объекта принадлежит Вячеславу Бетарову. Академия футбола построена за счет внебюджетных средств, а это 250 миллионов рублей. Самым насыщенным на открытие месяц стал сентябрь. Одно из главных культурных событий этого года – открытие Национального музея после масштабной реконструкции. Восемь выставочных залов, в каждом своя эпоха. Исторические артефакты, предметы быта древних осетин – все это гармонично соседствуют в залах музея. К реконструкции музея шли долго, заговорили о нем еще в 2008-м. И только в 2017-м году дело сдвинулось с мертвой точки. По инициативе Вячеслава Бетарова было достигнуто соглашение с Министерством культуры России. Я очень любила ходить в детстве в этот музей, и давно здесь не была. И поэтому была, конечно, как-то и окунулась в детство где-то свое, было очень приятно. Ровным строем по новому плацу суворовцы чеканят шаг и словно вступают в новую жизнь. С 4 сентября во Владикавказе состоялось торжественное открытие нового комплекса Северокавказского суворовского военного училища. Объект возвели в рекордно короткие сроки. Он включает в себя учебно-административный и спальный корпуса на 320 мест, столовую, крытый спортивный комплекс и медицинский пункт. На мероприятие прибыл статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии Николай Панков. Северокавказское суворовское военное училище без какой-либо натяжки имеет уникальную историю, богатые традиции и является самым многонациональным учебным заведением военного ведомства. Через пару дней еще одно открытие – Центр ядерной медицины, 18-й федеральной сети центров диагностики и 3-й на Северном Кавказе. Он может принимать более 6 тысяч пациентов ежегодно. Также обеспечил рабочими местами 15 специалистов. Они обладают необходимыми знаниями и навыками. Врачи прошли дополнительно обучение в московских центрах ядерной медицины. А современное высокотехнологичное оборудование позволит выявить заболевание на ранней стадии и назначить качественное лечение. 20 лет жители республики ждали и открытия школы. Во Владикавказе появилось самое крупное учебное учреждение – гимназия «Диалог». Она рассчитана на 1100 мест, оснащена самым современным оборудованием. Беспрепятственно получать образование могут и дети с ограниченными возможностями здоровья. А на базе гимназии появился первый в Северной Осетии центр цифрового образования «Этику». Здесь современная библиотека, актовый зал на 660 мест, столовая на 550 посадочных мест, комплекс из двух спортзалов. Есть кабинеты психолога и логопеда. Спасибо! Спасибо! Не менее современные условия создали и для учеников новой школы, которая расположена в новом районе на улице Шамиля Джекаева. Образовательный центр «Эрудит». И это еще один шаг к развитию инфраструктуры микрорайона и в целом сферы образования. Школа рассчитана на 550 мест и разделена на три блока – для начальных классов, для старших и блок для общешкольных помещений. На территории также расположены теннисный корт, баскетбольная площадка, стадион. Строительство объекта ввели по федеральному проекту. На создание таких современных условий для детей потратили более 500 миллионов рублей. Интересными обещают быть уроки труда. Вот на этих швейных машинках девочек будут учить шить, а в помещении рядом готовить. Для этого здесь установили вот такие печи. Набивать руку будут и мальчишки. Столярная мастерская уже готова к эксплуатации. В уходящем году было еще больше открытий. Открывали фапы и дома культуры, детские сады и пристройки к ним. Все это стало возможным благодаря нацпроектам, которые успешно реализуются в нашей республике. И дальше больше открывать, реконструировать и строить будут и в следующем году. Марина Караева, Хитактуаев, Новости Осетии.